Режим самоизоляции поменял привычный образ жизни. Те, кто регулярно посещает спортивные залы и секции, временно лишены такой возможности. Но век современных технологий не оставил заядлых спортсменов без любимых занятий. О том, как в Люберцах проходят онлайн-тренировки, наш следующий сюжет. Здравствуй, Алиса. Как дела? Как настроение? Хорошо. Ну что, начинаем тренировку нашу? Угу. Карантин карантином, но занятия по чирлидингу никто не отменял. Сначала небольшая разминка, потом упражнения посложнее. Тренировка проходит в обычном порядке, но в необычных условиях. Раз, два, три. Со своим тренером Алиса Рыбина видится только онлайн с тех пор, как в стране объявили режим самоизоляции. Каждый день в течение одного часа она, не выходя из комнаты, осваивает азы чирлидинга. Дети могут действительно и видеть друг друга все равно на протяжении тренировки, видеть тренера, учитывать свои ошибки, и тренер может это все комментировать. Это гораздо лучше, чем бы они сидели дома. Сами дома они никогда не займутся так, как можно заниматься онлайн, когда тебя кто-то контролирует. После каждого видеоурока девочка делится опытом со своей младшей сестрой. В будущем юная спортсменка мечтает стать тренером по чирлидингу. В онлайн занятиях Алиса видит определенные плюсы, но недостатков, на ее взгляд, все-таки больше. Мне тяжело тут прыгать прыжки, потому что места тоже очень мало. И еще, ну вот, когда мы прыгаем прыжки, мне потолок мешает. Очень хочется встретиться, потому что надоело сидеть дома. Сложность еще и в том, что чирлидинг – командный вид спорта. После индивидуальных занятий с воспитанницами тренер Анастасия Цыбина выходит на видеосвязь со всей группой. Корпус ровный, сидим. Полноценно отрепетировать композицию, конечно, невозможно. Зато отдельные фрагменты юной чирлидерши оттачивают до идеала. Видно, что они все стараются, потому что видно каждого спортсмена. И каждому есть какое-то внимание. Поэтому они даже стараются больше, чем на тренировках. Если, допустим, на тренировках стоит у нас 15 человек, кого-то, может быть, не видно, хотя у нас два тренера работают. Но в любом случае кто-то может подхалтурить, там еще что-то. А здесь все стараются все-таки на видео. Плюс дома родители. Они контролируют и могут сделать тоже какие-то замечания. Оставаться дома не значит все время лежать на диване. Чирлидинг, как и любой другой вид спорта, не любит ленивых. Продолжительный перерыв тренировок делать не стоит. Спортсмен быстро теряет форму, а после длительной паузы занятия придется начинать с нуля. Именно поэтому тренеры не останавливают свою работу даже во время карантина.